Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Сегодня прекрасно хор спел эту песню торжественную. Нельзя пропустить, чтобы не сказать, что Христос воистину воскрес! Слава Богу! Поэтому пусть Бог благословит нам Библия говорить, что если для нас уже, в которой мы живем, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горним помышляйте, а не о земном. Почему? Потому что, может, не все произошло так, но в Библии говорит, потому что вы умерли для этой жизни, чтобы жить для обновленной жизни. Может, еще мы продолжаем что-то, чтобы у нас умирало. Это есть жизненная продленная дорога. Написано, что умертвите и блуд, и нечистоту, и страсть, и злую похоть, и любостяжание, которое есть в долгослужении. Его нужно умертвить, и это процесс времени нас на земле, что мы стараемся, чтобы этого не было в нас. Иногда что-то проявляется. И я когда-то говорил, а если, если мертвого положить во гроб, уже хоронить, а он зашевелил пальцем, скажет, а он живой? Если мы считаем себя мертвыми, а где-то обида в нас, где-то проявляется, где-то лукавые подозрения, кого-то осуждаем. Значит, еще не все умерло? Значит, нужно продолжать процесс, чтобы умертвлять. Это земное, земные члены, земное в жизни, чтобы нам написано, если уже вы умерли, и вас похоронили, и вы воскресли со Христом, то теперь остается помышлять, чтобы жить с Ним. Об этом немножко мы и поговорим. Безусловно, важность нашего сегодняшнего служения, слушал брат Виктор, открыл эту тему праздничного сегодня собрания, которое торжественный въезд в Иерусалим, о чем пишет пророк Захария, говорит, в девятой главе, девятым стишком. «Ликуй от радости тщер Сиона, торжествуй тщер Иерусалима, все царь твой грядет к тебе праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом ослице, сыне подъяремной». Это пророческое предсказание об этом событии, которое сегодня мы вспоминаем, и то, что Христос, когда пришел на землю, Он не пропустил исполнить все то, что предсказано о Нем пророками. И то, что произошло, брат Виктор об этом говорил, что Он послал учеников, и они нашли это молодого осла и привели к нему. Ну, здесь написано, что Он на ослице въезжал и на молодом осле, а там в Новом Завете написано, Он послал и молодого осла, привели его. Ну, есть такие рассуждения и насказания. Я не буду намного говорить, но когда-то я молодежи задавал вопрос. Может, не все слыхали, да, ну, когда-то молодежь была. Я говорил, а где же Христос делал этого осленка, на котором Он ехал? Ну, Библия тоже на это отвечает. Иногда, ну, одни говорят, ну, наверное, Он отдал опять этому хозяину. Одни отпустил. Ну, по-разному, по-разному каждый мешает об этом. Но книга «Бытие» здесь открывается. Здесь написано в 49-й главе «Книга «Бытие». Как раз идет благословение Иакова своих сыновей. И 9-й стишок, или 8-й стишок. И дальше. «Иуда, тебя восхвалят братья твои, Рука твоя на хребте врагов твоих, Поклонятся тебе сыны отца твоего, Молодой лев Иуда с добычей сын мой поднимается, Преклоняется он лёг, Как лев и как львица. Кто поднимет его? Не отойдет скиптор от Иуды, И законодатель от шресла его, Доколе не придет примиритель, И ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе Ослёнка своего и к лозе лучшего винограда Сына ослицы своей. Моет в вине одежды свои И кровь в крови гроздов одеяния своё. Такое тоже пророческое слово сказано. Оказывается, что он этого ослёнка Привязал к виноградной лозе. Опять стоит вопрос, а как? Как он привязал эту ослёнку К виноградной лозе? На рейон пророческое сказано, Что он въезжает на ослице И на молодом осли. Это предсказание, и на сказание сказано Старый Завет и Новый Завет. И вот он въезжает на Старом Завете, Но въезжает на молодом осли Нового Завета. И он привязывает этот молодой ослёнка К лозе винограда, то есть к себе. И он говорит, привязывает он этого ослёнка. Это Новый Завет, который Христос Оставил сегодня для нас. И мы привязаны к этой молодой лозе, Потому что мы присоединённые Ко спасению обетований Божьих. Пусть Бог благословит в этом. Это важность тому, что мы являемся Ответственными за свою жизнь, Которую Бог хочет видеть в нас. Формирует сегодня из нас, в вас, Церковь себе. Народ особенный. Написано. Царственное священство. Вы, царственное священство, Поющее, царственное священство, Прославляющее имя Господа, Бога нашего. Слава Богу! Я слушаю пение, думаю, хорошо нам слушать. Но для того, чтобы нам хорошо было слушать, Надо им много потренироваться, Выучить это время, этот труд, Эта работа. Слава Богу, что они жертвены на этот труд. Что они это делают. Это приносит благословение слушающим. И оно есть такой плод один, Плод уст, прославляющий имя Господа, Бога нашего. Слава Богу! Хотя мы все восклицаем, Тоже часто говорим, слава Богу. Хорошо, когда мы умеем говорить это. Из глубины взываю, Из глубины говорю, Из глубины сердца молюсь, То есть изнутри изливается и песнь, И хвала, и молитва, и Слово благое, Оно изливается изнутри. При одном условии, Если сходит Дух Святой. Аллилуйя! Пусть Бог благословит, Чтобы это в нас была такая линия. Я читаю такое место, Священное Писание, Всем знакомое, Ничего нового не открывается, В этом. Но мы немножко побеседуем. Пятнадцатая глава Евангелия от Иоанна. Он пишет с третьего, С четвертого стишка. «Прибудьте во мне, И я у вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, Если не будет на лозе, Так и вы, если не будете во мне. Я есмь лоза, А вы ветви. Кто пребывает во мне, И я в нем, Тот приносит много плода. Ибо без меня вы не можете делать ничего». Смотрите, здесь я сделал такую Немножко паузу, Что когда мы во Христе, Когда мы привязанные к этой лозе, Привитые к этой лозе, Можно сказать, правильно сказать. Библия говорит, апостол Павел говорит, Что ты, дикая маслина, Называет нас, Мы некогда не народ, А ныне народ Божий. Ты, дикая маслина, Привилась верою на эту лозу. И держися верою. И слава Богу, Что вы сегодня держитесь верою. Приходите в собрание. Приходите, славите Господа. Приносите эту жертву хвалы. Эта жертва Богу, Приятная Богу, Что Бог одобряет. Но, хочу сказать, но. Когда мы это делаем? С добрым расположением. Когда мы делаем это, Это непринужденно. Бывает, что в собрание дети идут, Ну, папа заставляет. Мама говорит, иди. Ну, это неплохо, Когда и это делают. Но лучшее, Что самое лучшее, Когда внутри есть желание. Давид об этом говорит, Что я возрадовался об этом, Когда сказали мне, Пойдем в дом Господень. Это лучшее. Когда идти в собрание, Мы радостно идем. Не подавленные. Ах, папа опять там, Мама опять заставляет меня в собрание. Это подавленное состояние, Когда человек это делает, Все, что он может. Вы помните, Это выражение библейское, Которое Христос сказал, За одну женщину. Когда она взяла, Перед страданием, Господа нашего, Иисуса Христа, Взяла лавастровый сосуд, И вылила, Это мира на голову, Господу, Иисусу Христу. Ученики говорят, Возмутились, Зачем? Такая трата, Зачем? Были такое мира? Вчера кто-то из братьев Выражал, У нас была братская, Говорит, Ну, Вы думаете, Что Мира, Когда Миропомазание Выливалось На голову, И представьте, Одежда хорошая, Взяли, Значит, Три литра этого Масла, Елея, И вылили, У меня потекло, Значит, По одежде, Или вам, На белую одежду, Не очень приятно, Да? Ну, Оно, Но оно было приятное, Потому что это было сделано Для своего дела, Как она делается, Это есть преобраз, Который служит Большим благословением, Когда мы принимаем то, Что требует Господь, О чем говорит Господь, И это важно. И вот эта женщина взяла, Приготовила тело К погребению, Сказал Иисус, И вы ее не смущайте, Где только будет проповедано Евангелие, Там будет сказано о ней. И представьте себе, Оно с евангелистами записано, И вы читаете, Мы проповедуем, Говорим об этом, И ее подвиг записанный, Что она сделала. И говорит, Она сделала все, Что могла. Братья и сестры, Это очень важно, Когда мы делаем это, Все, что можем, Для Господа. И все, что вы делаете, Словом или делом, Все делайте, Во имя Господа. Поете, Репетируетесь, Учите псалмы, Для Господа, Для Господа. И это Богу приятно. А потом славится Господь, В одно время, Потому что, Есть, Касается, Обстоятельства, Которые влияют, Ваше пение Влияет на сердца людей. Есть люди каются, Есть люди сокрушаются, Есть псалмы говорящие, Которые говорят, И мы не все можем В свое время услышать, Но хорошо, Когда мы слышим, О чем говорят, И о чем поют. И вот ему Христос говорит, Вы эти ветви, Которые должны приносить плод, Но без меня Вы не можете Делать ничего. И мы пока на пути, Братья и сестры, О том, Что наша жизнь, Будущее, Которую мы Имеем надежду, Что она откроется, Мы хотим, Чтобы она открылась, И в настоящее время К этому подойти правильно. Потому что Об этом можно говорить Очень много, Но важность, Которая есть, И Христос говорит Шестнадцатым стежком, Я там пропускаю это место, Не вы меня избрали, А я вас избрал, И поставил вас, Чтобы вы шли И приносили плод, И чтобы плод ваш прибывал. Для чего стоит вопрос? Я задаю, Плод ваш прибывал, Дабы чего не попросите от Отца, Во имя Мое, Он дал вам. Заметьте внимательно, Зависит наш плод, Что когда Он прибывает там, Пред Отцом Небесным. И вот плод терпения бывает, Плод любви, Вот есть таких, Можно выделить, Четыре таких ответвления, Плод духа, Плод веры, Плод любви, И плод уст прославляющих имя Господа. Это плоды, которые приятные Богу. Об этом говорит Библия, Вы можете, Я думаю, Я много не буду останавливаться, Времени нету об этом, Но хочу сказать, Что вы можете заметку сделать, Я вам скажу, Места описания, Вы дома прочитайте. Значит, О плоде духа Сказано, Послание к Галатам, Это пятая глава, 22 и 23 стишок, Там вы найдете, Что плод духа, Любовь, Радость, Мир, Долгосперение, Кротость, Вера, Воздержание. Там говорится О плоде духа. Плод веры, Написано 2 Петра, 1 глава, 5 по 10 стишок, Там написано, Что покажите, Когда мы пришли к Богу, Покажите в вере вашей, Добродетель, Рассудительность, Воздержание, Терпение, Благочестие, Братолюбие, Любовь. Там дальше говорится, Если это у вас есть, И оно умножается, То вы не останетесь Без успеха и плода В познании Господа. То есть, Когда человек имеет эти плоды, С этого времени Он начинает только познавать Господа. Если он имеет вот эти плоды, Значит, Перечитайте их, То тогда начинает человек познавать Господа. Если он не имеет человек этих плодов, То написано о нем, Я о себе часто говорю, Что если бы мне сказали, Брат Степан, Ты слепой, Ну, может быть, Мне было обидно, Что меня назвали таким. Но если у меня нет терпения, То я такой. Если качества нет, Ну, Что-то сделаешь такое, В зависть упал немного, Есть такое стихотворение, То помни, Что и ты не знаешь Бога. Потому ты говоришь, Что жизнь твоя с Христом, И лишь к Нему ведет твоя дорога. Но вспомни ты, Мой друг, Что иногда И ты не знаешь Бога. То эти плоды, Они об этом говорят, Что важность, Чтобы познавать Господа, Нужно иметь эти качества. Третье, Плод любви. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 4 по 8 стишок, Там написано, Плод любви. Любовь, Долготерпит, Милосердствует, Не завидует, Не превозносится, Не гордится, Нищи своего, Не раздражается. Эти плоды, Они кажутся, И мы иногда думаем, Ну мы преисполнены любви. Часто мы сами себя обманываем. А когда посмотрим, Что когда нет качества любви, То еще далеко, Значит, Нужно достигать. Итак, Если мы умерли со Христом, И нас похоронили, И мы воскресли с Ним, То это хорошо. А когда еще что-то в нас не умерло, Значит, Нужно умершлять, Умершлять. Это жизнь христианина. Это путь наш. Это необходимая постоянная работа. Наблюдать за собою, Чтобы не потерять то, Над чем мы трудились, Чего-то достигли, А что-то еще нужно достигать. Ну, Евреям написано, 13 глава, 15 стишок, Знаю, Что христиане, Они, Как бы, Обязаны, Оно это приводит, Чтобы приносить плод, Уст, Проставляющих имя Божие, Через Господа, Нашего Иисуса Христа. Брат Виктор, Об этом говорил, Часто мы Приписываем себе славу, Что мы, Есть такое выражение, Не мечтайте о себе, Не думайте более, Нежели должно думать, Но думайте скромно, По мере веры, Которую каждому Бог уделил. То, Что Бог чем-то наделил, То знайте, Что это Божие. И старайтесь отдавать Богу За эту славу. Знаете, Самое тяжелое, Когда человек Когда-нибудь что-то теряет, Тогда он цену этому, Имеет цену. И когда у нас все есть нормально, То она, Вроде, Все хорошо, Но если потеряет один палец, Как бы он ничего не делает, И он У нас только чистится, Ну, иногда там Можно там ухо прочистить, Да, Сатмазинцем. А когда потеряет, Тогда он Не хватает. Не хватает. Вот. То в таком положении, Что иногда у нас Мы думаем, Что все хорошо, Но Бог наделяет нас полнотой И дополняет. И об этом как раз Тоже есть важный, Немножко я Пару минут на это остановлюсь, Что важностью, Когда Бог созидает, Себе церковь, То Бог созидает С этой полнотою. И в Виберии написано, Что Он поставил Одних апостолами, Пророками, Даже эти евангелистами, Пастырями и учителями Для созидания Тела Христова. И когда Дух Святой Поставляет, То в этом заключается Как раз Субординация Подчинения И уважения И не думать больше, Чем тебе что-то уверено. Бывают проблемы, Когда кто-то Начинает думать, Что ему больше. Может, И больше на свое время Человек достигнет И если написано, И если кто-то Об этом думает Или мечтает, То Бог ему откроет. Но жди этого времени, И оно будет, Придет. Но это нужно Тоже к этому Позготавливать. Важность нашего служения. Потому Бог Дарует Для нас Такие времена, Которые мы Должны Себя готовить К Царствию Божьему. Однажды Я Мы были Женой Посетили Одну семью. Сестра была больная. Она была Ну Сделали операцию, Потом Оно продлилось, А в нее рак, Она сильно Мы посетили Эту сестру. И она Настолько была Ну Подавлена Этим всем, Что Она Должна умереть. У нее Ни радости Не было. Никакого Такого Настроения. Муж Тоже был Там Дома. Я говорю, Ну давайте Помолимся Богу. И когда Мы Преклонили Колено Начали молиться, Сошла Благодать Божья. И Бог ее Утешил Словом От себя. Сказал О ней Значит Ее Будущее, Что она Была Уверена, Что она Переходит И Бог Ее Ожидает Принять Себе. Она Засияла. Она После Молитвы Изменилась Ее лицо. Ее Все Вроде Она Ожила От этих Слов Знаете, Слово Божье Оно Живо. Оно Действенно. Оно Проникает До Разделения Души И Духа. Она Проникает И делает Все Производит. И Хорошо Было Настолько, Что Когда Ну Вы Уже Поблагодарили Бога, Увидели, Что Она Такая Радостная. И Муж Разрадовался. И Он Говорит, Рассказывает Такой Момент. Говорит, Где-то Пять лет Перед Этим Я Видел Сон. Я Видел Сон, Что Мы Стоим В Очереди. Моя Жена Стоит Впереди. А Я Стою Сзади. Ну Для Отчета Уже Там Для Отчета У Престола. И Я Смотрю, Мы Двигаемся, Двигаемся. Моя Жена Подходит. А Я Сзади Стою. Она Подходит. И Ангел Посмотрел. И Говорит, В Жизнь Вечную. А Я Услышал, Что Он Сказал. Затрепетал. Меня Настолько Думаю, Ну Все. Она Пошла В Жизнь Вечную. А Я Я Еще На Пути. Что Со Мной Будет? Ее Уже Определение. Говорит, Пять Лет Я Видел Этот Сон. И Оно Длилось. И Вот Эти Болезни, Которые Постигли. Операция Проходила. Уже Видишь Этот Конец. Да, Она Идет. Но Я Там Настолько Затрепетал, Что Я Пришел Ужас. И Слезы У меня Потекли. И Я Посмотрел Такой Вот Листик Наполовину Наполовину Это Вот Так Лист Лежит. И Он Весь Списанный. Это Пол Листа Списанный. И Мне Понятно, Это Мои Грехи Там Списанные. Это Мои Недостатки Там Списанные. И Я Заплакал Там Ну Внутренне Ночью Я Заплакал Боже Что Мне Делать? И Вдруг Явилась Рука И Взяла Этот Лист Вот Так Перевернула На Другую Сторону А Он Там Чистый И Я Понял Что Бог Очистил Меня Снял С Меня То Что Есть И Я Возрадовался Об этом Так Что Говорит Мой Дальнейший Путь Еще Предо Мною И Вот Я Себе Думаю Мы Тоже Живем Мы Не Знаем Нашего Времени Когда Что Придет Но Хорошо Когда Мы Себя Можем Взвешивать Потому Что Один Бог Знает Все Наши Пути И Сколько И Кому Предназначено И Как Придется Отвечать Но Библия Говорит Об этом Что Блаженны Те Блаженны Те Которые Соблюдают Заповеди Они Имеют Право На Древо Жизни Слышите Да Аллилуйя Это Нас Радует Это Дает Нам Надежду Что Те Которые Соблюдают Заповеди Они Будут Иметь Право На Древо Жизни Которые Я часто Добавляю Которые Потерял Адам Это Право Весеманское В этом Саду Едемском Он Потерял Право Ему Поставлено Была Запрет Возвращаться К Дереву Жизни Поставлен Херувим Который Осенял Прерождал Дорогу И Больше Адам Не мог Прикоснуться Но Мы Сегодня Во Христе Аллилуйя Он Принес Эту Перемену Он Есть Дерево Жизни И Каждый Раз Когда Мы Вкушаем От Дерево Жизни Когда Мы Приносим Плоды Приятны Ему Это Является Жизнь И Вот Когда Мы Вспоминаем Смерть Господа Иисуса Христа Принимаем Причастие И Там Христос Говорит Что Если Кто Будет Есть Плоть Сына Человеческого И Пить Кром Того Я Воскрешу В Последний День Аллилуйя Это Дает Нам Надежду Что Будет Иметь Право На Это Дерево Жизни И Войдут В Город Воротами Пусть Бог Благословит Всех Нас И Вас И Даст Нам Такую Благодать И Упование Что Мы Идем Уверенно К Будущему К Победе Хотя Там Другая Сторона Перечисляется Что Люди Останутся Вне Я Бо Не Хотел Чтобы Никто Из Вас И Я Не Вошел В Это Число Остаться Вне Дверей Обойти Город Воротами Пусть Бог Благословит Давайте Мы Поблагодарим Бога За Каждый Дар Который Бог Даровал Для Вас Вы Все Исполнены Даров Благодати Божьей Для Служения Богу Каждый Ожидает От От каждого Из вас Христос Ожидает Плода Вашего Служения Которые Он Вручил Каждому Из вас Пусть Бог Благословит Помолимся Бог Ожидает